Время, которое было возрождено нашим президентом И это было сделано правильно, великолепно, надо сказать, что это как раз ко времени и к месту мы создали свою маленькую экспедицию по изучению древних артефактов на территории нашей Родины То есть сначала мы думали, что будем работать от Урала до Тихого океана У нас даже занесено было туда, в наш устав, что именно это поле деятельности будет Но так получилось, что мы невольно расширили свои изыскания и даже провели работу в Германии Получилось так, что, сами того не подозревая, мы попали на территорию Германской равнины И там занялись исследованиями, потому что по-другому мы не можем У нас уже так построена наша психика, мы невольно начинаем присматриваться, смотреть, изучать окружающее всё И в Германии мы нашли поразительные вещи Там в этой книге как раз вы увидите гибридных тварей, трёхпалых статуэтки Кто их делал, непонятно, откуда они взялись Эти вот выкопанные из земли, эти вот странные скульптуры Нашли руины какой-то древней цивилизации в Шварцвальде Там огромные мегалиты, вложенные прямо в осадочные породы Значит, там когда-то тоже процветала древнейшая цивилизация Мы собирали информацию в основном по русским городам, по русской Германии Потому что фактически половина, даже более половины немцев имеет фамилии, которые происходят из славянских корней То есть это действительно так И огромное количество поселений в Германии имеет название славянские Хотя написано на латинице, но вот так интересно Здесь нам пришлось столкнуться с интересным фактом Что при Гитлере было решено, так сказать, правительством Германии Все эти названия славянские изменить Превратить их чисто в немецкие Но народ уперся, не захотел И проект Гитлера оказался в воздухе То есть он так и не сработал Почему? Вопрос возник Почему? Оказывается, что генетика немцев и генетика славян И общая наша история, она совсем иная, нежели историю, которую нам говорят Немцы фактически это одна из ветвей нашего народа А мы ведь их народа То есть мы фактически родные братья И где-то нас удавалось стравить в братоубийственной войне А где-то немцы оказывались на очень, так сказать, в высоком духовном положении Где они отказывались от принятия каких-то своих названий, мест, городов Оставляя все как есть именно наше русское и славянское Все это мы вот в этой книге показали Кратко, правда Но пришлось это сделать Потому что такие вещи нельзя забывать Кроме этого мы сняли два фильма Три фильма даже Да, три фильма сняли Посмотрите, там в интернете эти фильмы есть Так и называется русская Германия Но дело еще в чем Что здесь, на этом мы не остановились Конечно, я вот так немножко коснулся Запада Мы проехали населенный Кавказ Занимались изучением дольменов О дольменах я не стал в этой книге писать Это отдельная тема Вот Но наша основная задача была Это изучение Сибири И вот два года Два года Вот мы плотно занимаемся Работой, экспедиционной работой На территории Среднего Приобья А в этом году И на территории Хакасии Вот о нашей работе на Среднем Приобье И в этой книге подробно сказано Я первую экспедицию нашу Подробно описал Как она у нас проходила И что мы нашли А вот теперь что же мы там нашли Тут, понимаете Даже не знаю, что сказать Вот знаменитый Миллер Когда-то назвал Сибирь Назвал Сибирь неисторической территорией Ну какая же тут неисторическая территория Когда за один день Вот первый же день Как мы попали в Средний Вот туда, где находятся Ну будем так говорить Храмы, капища И древние поселения Это вот река Тым Это река Ок, Парабет Первый же день Только мы высаживаемся Со своего катера Мы тут же сталкиваемся с артефактом За пять дней работы в экспедиции Мы открыли пять артефактов То есть это два капища солярных, солнечных Точно такие же, как Аркаим И такие же капища стоят у нас в Восточной Европе У нас стоят на юге, на Северном Кавказе Точно такие же Такие же стоят в Германии, в Сербии, в Хорватии И даже в Италии То есть одна и та же цивилизация Мы нашли таких два здесь И за пять дней пять артефактов Это просто уму непостижимо Но самое интересное другое Что мы столкнулись с керамикой С какой керамикой? Тут некоторые тут нас пугают Говорят, вы там копали Да ничего мы не копали Мы описывали Мы описывали, носили на карту Мы не имеем права копать С нами нет никаких археологов Но эта керамика лежит под ногами Потому что здесь зона размыва И весенние воды размывают песок И идешь просто по керамике Она вот торчит из песка На этих валах На руинах древних этих городищ и капищ Так вот керамика оказалась Керамика-то оказалась шумерской С шумерскими орнаментами один к одному Когда нам ученые говорят, придуриваются Мы не знаем, кто такие шумеры Откуда они пришли Придумывают всякие сказки Всякие версии Что они чуть ли там не пришли С Атлантиды и все такое Они пришли с севера Они пришли с северного приобья Интересная деталь Что сейчас уже выясняется Что огромная территория Здесь была занята этим народом И очевидно этот народ Это не просто шумеры Это наши предки То есть славяне Германцы Кирты Балты Шумеры Это была одна Одна общность Это был один котел И керамика была общая для всех И все эти орнаменты шумерские Просто у шумеров Там сохранились На берегах Персидского залива Откуда они откочевали Часть нашего народа Собственно ушла туда На территорию Персидского залива А все здесь сохранялось очень долго Потом отсюда потихоньку рассосалось Население на юг Ушло население восточную Западную Европу И вот эта керамика О которой мы говорим С шумерскими орнаментами Она прослеживается На тысячи километров Мы пока не знаем На восток Куда она продвинулась Возможно до Енисея Может быть даже и за Енисеем Просто не знаем О нас там не было Но то что мы узнали вот сейчас Это вся территория Западной Сибири Вплоть до Очевидно вплоть до Приполярного круга А может быть и Заполярье И даже в Томске Сейчас выясняется Вот что Когда раскатывали Эти самые шурфы И делали какие-то Значит Работы При строительстве Того же нашего института Политеха То этой керамики Вытаскивали Ведрами Насыпали вазами Потому что Керамика была Прямо на поверхности Так же она лежала И керамика Та же шумерская Откуда это я узнал А я узнал это Из работы Нашего этнографа Доктора наук Галины Ивановны Пелих Она написала В 1972 году Великолепную монографию Где она дала Полное описание На римской керамике И шумерской Вот в этой книге Приведена таблица Именно Галины Ивановны Пелих Из ее работы Но Галина Ивановна Будучи человеком осторожным И умным Она понимала Что плеть и обух Не перешибить Доказать это невозможно Потому что Вся наука наша Она работает По подсказке С запада Тех самых друзей Приятелей Которых я назвал Здесь Кромешниками Вот И управляется Эллиминатами Уже Вайст Хаупта Которые тоже Занимаются В основном Нашим Нашим Образовательным Процессом Глобальным Кстати Процессом Не только В Европе Но и в Азии И даже в Африке Так вот Она Промолчала Она написала Свою монографию И она была Издана Все в 300 экземплярах Я эту монографию Нашел Называется Происхождение Силькупов Пусть люди читают Смотрят Эта монография Есть В интернете Пожалуйста Там Все сказано Мы фактически Пошли по стопам Галины Ивановны И не ошиблись Она оказалась Права То есть мы доказали Что Вот сами Для себя Пока доказали Что шумеры Происходят Отсюда Север Сибири Из Азии Они Никакие они Не марсиане Никакие они Не атланты Это Это часть Нашего народа Причем Интересно Если Шумеры Являются частью Нашего народа А мы являемся Частью их То есть Это Один и тот же Плавильный Этнический котел Из которого Они ушли А мы остались То с нами вместе Выходит что То есть Получается что Германцы Балты Славяне Мы все Вместе Если рассматривать Древность шумеров Мы Мы самая Древняя Раса на земле Древней нас нет Нам пытаются Внушить что Якобы Мудрые Семиты Являются Древней расой А мы тут Тевтонцы Мы Дескать Это самое Недавно спустились С деревья Бегаем Еще недавно Бегали с дубинками Ничего подобного Тогда Когда шумерия Процветала Семиты Мудрые И древние Они даже Коз Не знали Не держали Коз Занимаясь Охотой И собирательством Вот какая У нас Собственно Работа Которую мы провели И теперь Сами для себя Доказали Что мы еще Сделали Тут я вот Пишу В этой книге Это все есть Мы пригласили Даже в первую Нашу экспедицию Я знал Что это все Мы найдем Мы пригласили Ребят из Германии И немцы Своими глазами Увидели Увидели то Что им неизвестно Они ходили Смотрели Удивлялись Не знали Что думать В полной растерянности Потому что Для них Эта информация Была В новинку Им там внушают Совсем другое Но Факт Остается фактом В этой книге Не написано У меня про вторую Нашу экспедицию Про третью Жаль Во второй экспедиции Тоже участвовали Ребята из Германии Наши люди Которые Своими руками Дотронулись До земли Наших общих предков И вот сейчас Мы вернулись Тоже из экспедиции Недавно Буквально Два дня назад Из горной Шории Здесь в книге Об этом не сказано Я три слова Могу сказать Мы столкнулись Здесь с такой Цивилизацией Которая древнее Шумерской И древнее Всех цивилизаций На земле Какие только известны Древнее Цивилизации Теохуакана Городов Священных городов Так называемых Майя Хотя это не майские города И наверное Намного древнее Цивилизации Теонака Потому что Здесь Есть вещи Которые не укладываются Ни в какие рамки Ведь Вы это увидите Скоро Я обязательно напишу Новую книгу Об этом Открытие потрясает Оно единственное Вот это Вот то что мы нашли На всей планете Такого нигде нет Это горная шория И сложенные Циклопические сооружения Из глыб Которые Намного Больше По объему По весу Чем Глыбы Из которых Построена Знаменитая Бальберская терраса Здесь Здесь По нашим Скромным Подсчетам Некоторые Глыбы Доходят Весом До 3000 тонн То есть Это надо видеть Скоро вы все Это увидите Все это будет Сделано Будет сделан Фильм Будет написана Книга И пусть человечество Знает Об этой цивилизации Скорее всего Эта цивилизация Тоже наших Далеких предков Но очень далеких Именно Тех предков Которыми занимается Великий Майкл Крема И Ричард Томпсон То есть Те ребята Которые написали Неизвестную историю Человечества Вот если Их сюда Пригласить Я думаю Им тут Работа Непочатый край Но наверное Так и будет А сейчас Нам придется Эту цивилизацию Вплотную Изучать Работать И не один год Потому что То что мы Увидели То что мы Открыли Превосходит Все Границы Но жалко Что в этой книге Я об этом Не смог Естественно Написать Я только начал Поэтому Ждите новых книг Там будет Все подробно Ждите фильмов Спасибо за внимание